Тебе цены нравятся, да? А мне нравятся люди, здесь очень хорошие люди, добрые в Азабекистане. Друзья, мы находимся в Самарканде, это столица Азии, наверное, и здесь рай для сыроедов и гутианцев. Уже это говорили? Ну, неважно, но тем не менее, здесь все так дешево на самом деле. Примерно пол цены от питерских вообще, и есть все. Не кричай, а то он цену поднимет. Здесь есть все, что нужно. Приезжайте в Узбекистан, и вы будете счастливы. А, именно в Самарканде, да? Именно в Самарканде, да. Это правильно. Лу, ты там что увидела такое? А ты что, прямо хочешь? Может сырое лучше? Не, но это же вкусно. Под водочку, да? Да, конечно, под виски. Да. Сам пить? Город Кушкин или? Нет, прямо Санкт-Петербург. А, именно. Вот он из Соснового Боря, там, рядом с Кушкиным. Лу, а почему ты говоришь, что ты из Москвы? Я не Лу. Ты я извини. А еще расскажи. Что? Что вы ее любите? А, я любила тебя. Ну, вот оставайся здесь. Будешь нашим королем. Город Кушкин. Город Кушкин. Город Кушкин. Пошли? Да. Откуда? Опять из России пришли, да? Постоянно ходите из России, туда и обратно, да? Вот такие лепешки. Они в тандыре пекутся? Да, да. В тандыре? В тандыре. А где тандыр? Там. Дома? Друзья, самое вкусное на рынке здесь, это вот такой инжир узбекский. В Санкт-Петербурге, в Москве, вы не поедите его, потому что он живет три дня всего. Они его снимают с дерева, и когда будете в Узбекистане, особенно в Самаркаде, приходите и кушайте вот такую вещь. Это просто вот пальчики оближет. Правильно я говорю? Да, да, правильно. А еще вот такой лаваш. Нет, это самарканская лепешка. А, лепешка. Самарканская лепешка, да? Ну ладно, ешь пока. Короче, вот я себя чувствую, как рыба во воде вот здесь, потому что здесь все натуральное, настоящее вкусное. Это солнце Узбекистана попадает тебе через фрукты, тебе в организм, и ты просто радуешься этой жизнью и понимаешь, для чего ты на этой планете. Он может себе позволить и есть, что хочешь здесь, потому что мы заряжаемся такими элементами всякими, и мы всю зиму потом бодрые, веселые и инициативные становимся всю зиму, после того, как на рынке потусуешься одну недельку. Так, а мы что, мы не платили денежку? А больше чем? 20, а 2 килограмм? Ну, пробовали? Когда собирал? Сегодня собрано, он 3 дня все живет. Отходите. Ну, 25 вообще. Опять сказали. Раскусили меня. Я рассказала. Распродажа, приходите. Что, пресса, да? Да. Распродажа, приходите. О, улыбка, хорошая. Смотри, что вы здесь купили такую. Смотри, что мы сегодня купили такую. Смотри, что мы купили такие. Включёшь прям? Смотри, что мы купили такие. Дыня, похожа на тыкву, но такая сочная. Дай нам, пожалуйста. Хочем арбузики. Так, и арбузы. Нам нужны самые большие. Выбери нам 4 штуки. Ну что, берем самые большие арбузы. Смотрите, 4 вида тыквы. Ой, это дыни, дыни. Видели такое? Называется она... Как это называется? Старушка. Старушка. Жене дыня. Ну да, в блин. Давай, еще раз. Ребят, взяли все дыни, которые только существуют в Убхистане. Старушки какие-то там, Торпеды, потом зеленые уже. Потом, лучше арбузы. Персики, сырые. И вообще, мы очень довольны нашими закупками. У нас там еще на выходе стоят. И нам как-то все это привезти тогда еще в автомобиль, в такси. А еще официально обычные люди, кто ее везут. Ну что? Погнали? Let's go. Let's go. Спасибо, до свидания. Мы покидаем рынок. Скажи что-нибудь. Пожелай нашим друзьям в России что-нибудь. В России, да? Да. В России как погода? Отлично. Дождь, дождь. По снегу нету? Нет, пока нету. Нам куда еще? Ребенка здесь прикупил, короче, славянского. Мне карбузом дали в придачу. Арбуз, арбуз. Держите, я уже все. Хребко держи. Хребко держись, стей. Хребко держи. Стей, медитируй. Осветленный ребенок, видишь, в позе лотоса едет. Вот такие машины с газовыми обалонами. Везде желтый. В Америке тоже желтый. Да, везде желтый. А, это Асамаркандский. Где находится Асамаркандский? Где находится Асамаркандский? Да, это Асамаркандский. Бликода. В Америке. Побойте нам. Арбуз на верху нести. То, по-позже. Привет. Это Анаташа. На тыхе, да? Ага. Спасибо. Все, доброе. Вот здесь немножко мы. Завтрак, обед и ужин. Еще два дня жить. Только вдвоем здесь. Хребко держи. Да нет, на самом деле. Цей будет помогать. На целую неделю здесь жить пять человек и еще полный рюкзак здесь, вкусняшек с различными. Приезжайте в Узбекистан и вы так же будете получать удовольствие от жизни. А еще в Узбекистане очень гостеприимные люди и они хорошие помощники. Тебя как зовут? Меня Мубы. У тебя? Это хруст. И вот они нам помогают. Представляете, на третий наш это все надо было принести. И вот у вас индийские девушки. Это что у вас там за хруст на голове? Это старушка. Ты мне старушка. Сверху, надеюсь. Да, снизу молодушка. Нас очень впечатляют люди в Узбекистане. Особенно то наследие, которое они передают своим потомкам, своим детям. У нас сейчас огромное количество продуктов и мы попросили ребят во дворе, которые гуляют, помочь нам донести арбузы. Да, да. Ну и как, знаете, полагается обычно в Индии, на Бали, все, кто помогают, чемоданы носить, какие-то вещи, сумки. Ну им просто приятно получить какие-то чаевые. А тем более мы подумали детям классно, они получат там какую-нибудь небольшую денежку, побегут там себе что-нибудь купят. Ну как обычно, нам в детстве родители давали, мы радовались, езжали в магазин. А тут, представляете, Саша дает им деньги, они говорят, нет, вы что, не надо, вы же наши гости, мы не можем от вас денег взять. Это просто, ну это до мурашек прям. Ребята, это действительно, это так круто, я думаю, что мир сейчас идет вот именно вот к этому, чтобы люди были все такие, и это будет здорово. Причем мы их не знаем, мы их первый раз видим, но мы их гости в плане, что мы в их стране, мы приехали как гости в их страну, и они нас здесь ждут, они нас здесь рады видеть, они и на рынке нам все говорили, берите, угощайтесь, вы же наши гости. Ребята, на самом деле я вам сейчас поясню все, они знают, что я немножко блогерю, я им дал свой канал и записал 30 секунд, и они будут в этом фильме, который вы сейчас смотрите, они вот за это даже уже готовы были сделать все, но это не главное, на самом деле я уговорил все правильно. Спасибо тебе, Лол, это круто. Мы любим тебя, Узбекистан, твое солнце, твое добродушное отношение, та любовь, мы ее ценим и любим, так что оставайтесь с нами на нашем канале, смотрите дальнейшие наши приключения, и будет интересно, поверьте, завтра мы идем в баню и в бассейн, оставайтесь с нами.